Евросоюз намерен сократить выбросы газов, вызывающих парниковый эффект, по меньшей мере на 55% к 2030 году. Об этом собирается объявить в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен, выступая со своим первым обращением о положении Союза. Брюссель принимает меры к ускорению перехода на возобновляемые источники энергии. Однако председатель Комитета Европарламента по окружающей среде призывает к принятию закона, в котором содержались бы более жёсткие меры по борьбе с изменениями глобального климата. «Наша цель — сократить выбросы парниковых газов на 60% по сравнению с их уровнями в 1990 году», — сказал Паскаль Конфен. «Ранее поставленная Евросоюзом цель — сократить их на 40% — теперь абсолютно недостаточно. Она не соответствует Парижскому соглашению и последствиям климатических изменений, о которых нам сообщают учёные. Вот почему мы повысили эту цель до 60% в Комитете по окружающей среде». Однако такой быстрый перевод экономики на чистые технологии поддерживают не все евродепутаты. Группа консерваторов считает, что от этого могут пострадать рабочие места, инвестиции и инновации. Год назад, после массовых экологических протестов, в Центр общей политики Евросоюза были поставлены заключения и выполнения странными членами так называемого «зелёного соглашения». Это остаётся приоритетом Еврокомиссии до сих пор, несмотря на вспышку коронавируса и широко распространившуюся рецессию.